I have ways of blowing things up. Работаем, может быть даже четыре, посмотрим. Хочу сообщить о том, что группа неизвестных из пяти человек, вооружившись подручными инструментами на прошлых выходных, отремонтировала детский сад номер 78 вожденок. Отремонтировала. Сообщить. Так это же хорошо. Они лишили работы целый трест. Мы семь лет готовились к его ремонту. У нас 300 человек в штате. Что им всем теперь делать? Я требую разобраться. Это жалобы или донос? Это донос. Труд. Сегодня пятница, 10 мая. По пятницам работаешь? Работает. Нет, это жалобы, это не донос. Ах ты ж тварь. Ладно, следующий. Добрый день. Работаю на почте закрывальщицы. Какая интересная профессия. Кем закрывальщицы писем? Я заклеиваю письма после прочтения цензором. Языком, заметьте. Так вот, какие-то шутники стали добавлять в клей для конвертов выжимку перца. И у меня пух язык. Я не могу работать в таких условиях. Найдите этих шутников и пусть они сами свой перец лижут. Это жалоба. На порядок. Нет, это труд. То есть, да, ты работаешь, закрывальщица, я понимаю, но тебя же не на работе... Хотя на работе это... Ладно, чёрт с вами. Здравствуйте. Мне недавно разрешили приобрести радио, но мой приёмник, видимо... Но мой приёмник, видимо, делали какие-то предатели. Почему так решили? Если настроить его на волне с 7,7, зажать одновременно кнопку включения и подсветки, а потом трижды встряхнуть, то можно поймать зарубежную волну. Вот это у тебя условия, конечно. Вы понимаете, какая-то диверсия? Я требую найти и наказать тех, кто это допустил. Это жалоба. Патриотизм. Пятница, здесь не стёрт кабинет. Почему это наука и техника? Это же... Блин. Это же... Просто... Отстаньте от меня. Но я понимаю, что это связано с техникой, потому что это радио, но это же... Я говорю, тут всё можно под патриотизм подвести. Делали бы хотя бы две опции. Здравствуйте. Я хочу заявить о нарушении закона. Заявить. Донос. Марк Нимер, проживающий в доме Нор-Триполитии, имени мудрости вождя, пытается покинуть город без открепительного удостоверения. Никуда вы знаете? Так она у меня. Когда его не было дома, я случайно зашёл в его комнату, а там удостоверение валяется... Валяется в закрытом ящике стола. Конечно, я его забрал. Нельзя же такие документы разбрасывать, где попало. У него путёвка в санаторий была на сегодня. Значит, он уехал без удостоверения. Значит, это донос... На порядок. В 301 кабинет сегодня не работает. В 357 кабинет. Наконец-то, правильно. Валяется в закрытом ящике стола удостоверение. Ладно, здравствуйте. Можете мне помочь? Чем тебе помочь-то? Конечно, для этого я здесь. Если у вас есть запрос, жалобы, информация, приходите сообщить о чём-то, я передам это куда следует. А они что? Они рассмотрят и отреагируют. А вы что? Я сообщу результаты контролёру. А он что? Он передаст его в дело рекламации. А там что? А там... Подождите, у вас есть проблема? Да, хочу пожаловаться на вашу бюрократию. Толпа дармоедов перекладывает бумажки, и никто пусть такой вопрос решить не может. Какой? Не важно. Я буду жаловаться на тех, кто вас сюда назначил. Жаловаться. На... 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 На что жаловаться-то? На труд жаловаться она будет. Пятница, 4-6-7 кабинет. Да, это правильно, ты прикинь. Поработаю ещё 2 часа. Здравствуйте, моя соседка Елена Тадеуш не поменяла занавески на окнах ко дню величия и испортила предназначенное оформление дома в цветах государственного флага. Это донос. И на патриотизм донос. Пятница, что... Иди, всё, пиши отсюда. Так, 830 монет, кстати, неплохо. Мы даже, возможно, сможем что-то оплатить. Скамейка в парке были покрашены скамейки, но никто не досужился поесть ни одной таблички, уведомляющей об этом. Теперь моя одежда безвозвратно испорчена. Пиджак вообще остался прилипшим к лапке. Надеюсь, скорейшее разрешение этого недоразумения. Жалоба на скамейке в парке. Культура? Культура? Или труд? Короче, скамейки в парке, это культура. Ну, типа, парк же, все дела. Но покрашены, это труд. Давайте я пойду в трудовой отдел. В четверг не работает. В пятницу, 871-й, да. Нет, социальная забота. Спасибо, блин. Якорь тебе в нос. Так, здравствуйте. Я сделал, что меня просили. Простите. Меня недавно вызвали в полицию. Вы просили рассказать о жене. Я все, все рассказал. Все, что знаю, честно. Я даже не думал, что она... Успокойтесь, пожалуйста. А, извините. В общем, мне рекомендовали вспомнить, с кем эта предательница еще могла общаться до ареста. Я собрал информацию. Вот список. Это информация. Значит, да, это... И по порядку, да? В... 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 Я бы хотел получить свежий перечень... Это запрос. Хотел бы, да. Получить свежий перечень патриотических песен и разрешенных исполнения на уроках музыки в школах. Нам сообщили, что на этой неделе в нем произошли какие-то изменения. Запрос на... В школах. Вот в школах. Ну и кем ты работаешь в школе? Не работаешь в школе, чувак? Как? Ну, то есть школа это может быть... Ну... Или социальная забота, или... Или вообще патриотизм. Давайте в патриотизм. Вот я ошибся сейчас, да? Нет, все правильно, прикинь. Ух... Тяжело. Здравствуйте, я директор детского сада 03045. На видимом, по ошибке вместо валеных для детишек выдали сандали. Я договорилась с коллегами на юге страны об обмене, но нужно разрешение министерства. Где я могу его получить? Это запрос. На... Труд. А мне не отказать? Нет, это социальная забота. Каким образом это социальная забота? То, что вы выдали эти ботинки? Недавно наше хозяйственное объединение было доставлено в новейшее экспериментальное средство для борьбы с вредителями на полях. Хозяйственное объединение, экспериментальное средство. Вот вам хозяйственное объединение, это работа. Вот вам борьба с вредителями, ну типа экспериментальная, это наука. После его применения вредители, как ни в чем не бывало, продолжили уничтожать посевы. Однако рабочие, распылившие реагент, начали странно себя вести. Они стали неразговорчивыми и патриотичными, сверх всякой меры требуют дать разъяснения для борьбы с какими вредителями и на каких полях реагенты предназначены. Значит, запрос. Это вот труд или наука? Вот что это такое? Серьезно. А также наказать тех, кто предложил проводить эксперименты на людях. Ну ладно, наука. 78 кабинет. Это печаль. Работа сегодня не спорится, как в принципе обычно. Я не знаю, это очень сложно. Может кому-то это очень просто, но я не могу в своих мозгах уместить вот эту вот тонкую грань между, блин, работая наукой, запросом и... Ладно, черт с вами. Хорошо. У нас, кстати, после того, как мы... Пам-пам-пам-пам-пам-пам. Конкурентная среда. Добровольная принудительность снять свои кандидатуры. Я хочу с Донгом поговорить, возможно он согласится проносить... Сами знаете что. А где Донг? А, он работает. Иди сюда. Поговорите обо всем, министерство отец-коллеги... Про насекомых. Хо-хо. А что тебе за историю с насекомыми? Они же совершенно безобидны. Ты бы так не говорил, если бы в летнем возрасте для младших служащих тебе выдали спальник с клопами. В квартирах класса J-клопы это вообще норма. А в квартирах класса J с клопами боролись при помощи пауков? Нет, при помощи репеллентов. Репелленты в детских лагерях и ход родис не было. Это считалось большим расточительством. Поэтому какой-то профессор даже написал целую статью о последствиях использования репеллентов. Мол, не изучено, как они отражаются на следующих поколениях, да и их еще химический состав, дескать, ненатуральный, вредный для окружающей среды. Звучит как простое оправдание дефицита. Оправдание, из-за которого нас заставляет ловить в лесу пауков бродяг, запихивать их в спальники и ждать, пока они там разберутся с клопами. Кошмар, не то слово, я с тех пор их не переношу. Мне нужно насекомое. Это его, это его страх. Его страсть, это Эмма, это страх, и я понял, я понял. Мне нужно насекомое. Про коллег, про Магду. Ты уже все спрашиваешь. Там 300 нужно было, 350, закончить разговор. Пойду позвоню. Пойду позвоню. 15 минут, да, жаль, но это нужно сделать. Служба доверия, информация о коллегах. Есть информация о 300, которая могу поделиться с министерством. Хорошо, правильный выбор. А тебе сколько нужно было, 500? Обсудить. Давай обсудим. Вот вопрос, Эмма, что же будет дальше? Не переживай, он просто закончил сюжет на арке этих персонажей. Дальше ведут новых, и все будет как прежний. Скандалы, интриги, расследования, любовь. Но вождь всегда придет на помощь. Понятно, здорово. Спасибо тебе за эти разговоры. Мне кажется, в это время мы с тобой подружились. Да, мне тоже так кажется. Спросить, как у нее дела. Что нового? Нечем хвастаться, Эван. Денег постоянно хватает. Мать постоянно пилит меня из-за детей. Даже не знает, что мне делать. У тебя есть дети? Да, два мальчика. Иди. Не знаю, может пристроить детей куда-нибудь. Мать из меня никудышная. Я еще не оставила мысли найти себе мужа в мистерстве. Буду еще и так туманно. Посоветовать дать детей в интернат. Что? Ладно. Думаю, вариант с мужем хорош. Если найдешь богатого мужа, он сможет содержать тебя и твои детей. Я присмотрюсь к коллегам, но пока не готова делать на этот вариант ставку. Ты женат, а остальные не лучшая партия. Я позже... Блин. Ладно, черт с ним, советую. Это очень плохая идея. Вариант пройдите интернет. Не так уж и плохо у тебя появится больше всего на время на себя. Но это же дети, хоть они живут сейчас у моих родителей. Они все равно мне родные. Ты уверен в этом? Нет! Поговорим позже. Вот это, я так понимаю, будет очень серьезный выбор в это... Ух ты ж. А чтобы поговорить про это, мне нужно 500... 500. Это не мое дело. Тут дело не в ней. Она мне, в принципе, даром не сдалась. Ну, тупо детей в интернат отдать. Фига себе. Нормальная такая мать, а? Давайте еще поработаем. Я хотел бы поблагодарить всех, кто причастен к установке памятника вождя на крыше нашего дома. Жить под каблуком вождя имеет возможность... Иметь возможность смотреть на него снизу вверх мечта всей моей жизни. Мне нужны именно этих героических людей. Запрос на патриотизм. Я думаю, он пойдет, убьет их всех, к черту. Ладно. Неизвестные осквернили мой сарай. Осквернили сарай? Так точно, господин. Мой сарай, в котором находилось множество невероятно ценных предметов быты. Это возмутительно, и нужно немедленно прекратить. Что прекратить? Так что использование недвижимой собственных честных тружеников тыла для удовлетворения низменных потреб... Так, хорошо. Это жалоба на порядок в пятницу в 44-й идее. Осквернили. Я хочу сообщить о неподобающем поведении руководства детского дома номер 3. Оно оставляет детей работать на огороде при детдоме, потому что им якобы не выдают. Поет. Хочу сообщить руководству. Так это донос. Но тоже не выдают на меня, они на свой огород не пускают. Я требую либо запретить им огород, или приказать всех желающих. Одна война, один огород. Это донос на труд. 154 кабинет. Нет, блин, это... Каким образом это... Ну ладно, жалоба я могу понять. Но почему... Нет, жалоба я тоже не могу понять. Почему это жалоба? Донос на определенных людей. Вот, на управителя этого детского сада. И почему это общественная забота, они... Ай, блин, идите в задницу. Мы подготовили план мероприятий по случаю Дня Города. У меня с собой. Кому его передать? Информация. День Города. Патриотизм. Или культура. Культура. День Города это культура. В 279. Да. Фух. Хоть вовремя увидел это. Ладно. Мне еще сотенка нужна, на самом деле. Совсем чуть-чуть. Здравствуйте. Я принесла результаты последнего патриотического опроса населения. Патриотический опрос. Да, вы хотели выяснить, согласны ли наши граждане умереть, если вы еще попросите. И как результаты? Великолепные. Некоторые даже на тест ответить не успели. Решили сразу протемонстрировать. Отказать. Решили сразу протемонстрировать. Я хочу написать жалобу. Спасибо. Моего мужа избили полицейские на улице. Спутали его с преступником. Он теперь работать не может. А с детьми что делать? Я требую, чтобы полицейские привлекли к ответу за эту ошибку. Вы уверены, что это ошибка? Конечно. Быть нужно... Бить нужно виновных. Порядок. В пятницу. На, вот это вот. Да, хорошо. Ну, я бы еще поработал. Мне нужно еще 100 поинтов. Иначе... Ну, на завтра они мне точно нужны. Блин, мне же нужно было для этого придурка... Деньги собрать. Ладно, тогда, если что, завтра поработаю. А мне тогда... К Магде нужно. С Хайзера я сейчас ничего не сделаю. С Донгом... Блин, мне бы Донга подставить под наркоту. Было бы прям идеально, на самом деле. Да-да-да, сказать в очереди час. Иди нафиг, блин. Вот она самая Рекович, которая Ракович. Расспросить про деньги. Мой товарищ Рекович, он председал не собрать. Брать отчисления с моих коллег. Отчисления? Какие отчисления? Кому? Я ничего никому не отчисляю. Это наглая ложь и клевета. Ну, отчисления в его пользу государства. В его пользу. А, вы про это. Говорите прямо и не мямляйте. Сумма должна быть такой, чтобы красиво и в сейфе лежала. Не надо мелочи искать. Тысяча будет в самый раз. Что пришел? Обо всем погоде, должности, начальнике. Да, закончил. А-а-а. Ты сейчас, в смысле, со всех или... Так, дружище. Деньги гони. Че тебе? Стимуляторы. Вот, насчет денег. Фергюсу председали собрать деньги. Теперь на побегушках у него? Что, я с начальником спорить буду? Да, с этой толстой скотиной не поспоришь. А что еще денег? Нет, у меня никаких денег. Кризис. Стагнация на рынке. Слыхал такое слово? Говори. Хорошо. Стой! Женщина. Деньги. Не, а привет. Товарищ торговец фергсу... Товарищ фергсу попросил сообщить, что ты ему кое-что должна. И я могу это кое-что передать ему. Не стыдно тебе брать деньги с девушки, Иван? Вот, забирай. Закончить разговор. Хорошего дня. Пока. Сразу 500. Кстати, неплохо. Эта чмошка не захотела мне деньги давать, да? Ясно. Данг! Данг! С тебя деньги. Поговори про деньги. Питер. Начальник говорит, что ты ему кое-что должен. Доклад? Он почти готов. Я только... Нет, Питер. Не доклад. Тоже бумажки. Только поменьше размером с цифрами и портретом вождя. А, ты про взятку. Ну вот, тут все последние... Все до последней монетки. Закончить разговор. Сделка с дьяволом. Нужно найти способ принести стимулятора в министерство. Страх. Воспользуйся тем, что дом боится насекомых. Мне бы насекомого где-то взять, да? Лезть и деньги начальника узнать. Мне сейчас опять нужно... Если сейчас нужно будет опять час ждать... Ну, с другой стороны, я себе немножечко репутации подойму. Да иди ж ты в задницу! Как меня это бесит! Стучи! Слушайте, у меня уже на него нормальная компромата. Дайте я его солью. Ладно, черт с ним. Иди сюда, тварь. Отдать деньги. Вот, спросить про секретного посетителя. Ну, товарищ Улисон, чем закончилась операция секретного посетителя? Ну, чем зря подозревал ту женщину. Она принесла столько, сколько нужно. Это... Но это не значит, что она ни в чем не виновата. Виновата просто я не знаю в чем. Ладно, да. Ну, шеф, насчет вашего задания. Я только за смертью позвольте мои деньги. Ну, в смысле, государственные. Отдать. Вот, утром тысячи. Отлично, обожаю круглые цифры. Давай их сюда и поговорим. Энхред Грейм, вот ты думаешь, нам, начальникам, легко? Такое, ничего подобного. Мещанские домыслы. Да, да. Не надо корчить такую рожу. Мы тоже люди. Получше, чем вы, конечно, но люди. И знаешь, как душа просит праздника, чтобы без пафоса. Простенько. Селедочка там, бутерброды с колбаской, самогон из опилок или из чего там нынче гонят. Хорошей выпивки у меня не хватает. Все мистерство напоить хватает, а вот чего-то простого народного не хватает. Блин, я бутылку Донгу зря отдал, да? Ах вы твари. Ну, что ты на меня смотришь, как школьница, она вождя. Чего непонятно. А твой начальник хочет отдохнуть. Организуй. Согласиться. Я вас понял, товарищ Ферикс, это будет сделано. А то ты же, а то стоит тут выпендривается. Уйди в глаз моих. Так. Что тебе нужно, чтобы отдохнуть, так скажем? Пир на весь мир. Найти простой народный алкоголь, найти дешевую еду. Я думаю, надо бы домой сходить. Ты знаешь, что? Иди сюда. Ну, почти куда надо постучал. Стой. Не надо тебе звонить никуда. А про Донга. Да-да-да-да-да-да-да-да-да-да. Говорит, дать ему шанс. Я потом пожалею об этом. Конечно, не передел мечтаний, но вполне нормальный парень. Говорят, если хочешь быть женой генералом, выйти замуж за лейтенанта. Так что бери сейчас, пока другие не увели. Воспитай его под себя. Поддержишь, а там глядишь и повысить его. В этих слов есть что-то? Присмотрюсь к нему, передай. Пусть подойдет ко мне как-нибудь. Погуляем с ним по коридорам министерства. Я пока не пойму, зачем я это все делаю. Хорошего дня. Пока. Ну, то есть, да, это квест, все дела, но... Что мне за это будет? Страх, вредные советы. Вредные советы, так и называется. Донг просил сказать Донгу, что Хайзер не держит на него зла. Это 150 монет, да, но... Эй, Динг-Донг, иди сюда. А что с Мурной-то? Представляешь, работаю, как всегда, ответственно принимаю заявки у граждан. А они мне вместо спасибо бутылку на стойке в окошко сунули и ушел. Что с ней делать, у меня не продолжить, не пьем, а мне не разрешают. Может, товарищ Фергисона отдать, все равно ведь найдет. Я отнесу, чувак, спасибо. Спасибо, Эван, ты меня выручишь. Я его побаиваюсь, честно говоря. Чего тебе? Блин. Говорить про Хайзер. Так, давай. Ты погорелся Эммой, она злится. Больше всего на свете я хочу пойти с ней на свидание. Да, погорел, но больше всего... Больше не держишь на тебя зла. Согласна поговорить, но только здесь, в министерстве. Замечательно. У меня есть план, как поговорить с Эммой, не так, как обычно. Возможно, я смогу пригласить Эмму на свидание. А, в смысле согласиться? Это же не я соглашаюсь на свидание. Почему? Ладно. У тебя есть план? Ты делаешь успехи? Я хочу, чтобы ты подсказал мне, что говорить. Отличный план. Что? То есть я буду стоять рядом и подсказывать? Не думаю, что после такого представления Эмма пойдет с тобой на свидание. Я все продумал. Я давно в лес системы безопасности слегка подправил свои права доступа. Когда Эмма пойдет домой, я случайно встречу ее в приемной. Там куча экранов. Можно будет подключиться к одному и выводить на него слова, которые мне нужно будет говорить. Где система безопасности? Зачем? Сейчас, неважно. Подключайся с терминала к камерам и экранам. Что подсказка помогут? Если это не сработает... Это... Ты, блин, серьезно? Помочь Донгу. А я думал, день заканчивать. А тут все только начинается. Так. Вот они. Эмма. Да. Будь дерзким. Девушки это любят. Спроси, как дела. Че, как? Чем дышишь? Змея такая. Че, как? Детей учить так общаться с девушками. Как бы я это... Что ты мямлишь? Говори быстрее. Мне нужно помочь новой сотруднице разобраться с терминалом, а то она не понимает, что делать. Эмма. Скажи, что она зря тратит время. Зря тратишь время. Тебе же никто за это не заплатит. Мне нравится помогать людям. Не все в мире измеряются деньги. Все измеряются деньги. Конечно, конечно. Не сердись. Нет, я признаю, деньги важны. Особенно, если у тебя семья и дети. Но есть же... Есть же что-то, кроме них. Да, конечно. Расскажи что-нибудь о себе. Соврешь, что смотришь сериал «Страсти по вождю». Да, давай, чувак. Мне нравится сериал «Страсти по вождю». Даже будучи, это победа великого дела вождя. Да, конечно, дети — это чудо. Жаль, только что мало людей подходит на роль настоящих родителей. Намекни, что хотел бы более близкого знакомства. Как насчет того, чтобы встретиться, так сказать, в более интимной обстановке? Знаешь что, Питер? Нихуда с тобой не пойду. Ну почему? Потому что ты дешевка и ничтожество. Что? Но я ведь... Все, отстань и больше не приближайся ко мне. Уничтожь его. Я просто не понимаю, в чем была бы моя выгода, если бы я ему помог. Ну как бы, да, он был бы моим другом. Но мне же вроде как... Я не верю, что мне тут нужен друг. Про разговор. Как говорили, все прошло ужасно. Задание выполнено. Не провалено, надеюсь, да? Моя любовь таки останется безответной. Минуточку. А страсть... Обо всем... Погодите, погодите, погодите. Легран просит разыграть Донго, используя его эмоции. Ну так я думал, что вся вот эта любовная ветка, она выведет нас на какой-то розыгрыш со страстью. Страх это понятно, насекомое. Ему нужно подложить какое-нибудь говно. Я могу теперь с Хазар поговорить? Так, чего тебе? Вот ты где. Явилась, не запылилась. Как у нее дела? Поговорите по всем. Я не пойму вот это сюжетное задание. Ну, то есть оно у меня квестовое. Попросите отправить детей и... Посоветовать найти мужа. Думаю, вариант с мужем хороший. Для надежды богатого мужа он сможет содержать тебе и твоих детей. Я присмотрюсь к коллеге, но пока не готова делать это, женат, остальные не лучшая партия. Ладно, если что, завтра я с ней поговорю, у меня не осталось репутации, это все очень плохо. Тебе нужно 300... 350? Да, 350. Говорите о работе. Толку? Да, мне, чтобы поторговать с ним, нужно 350. Где-то их придется доставать. Ладно. Мне просто насекомых нужно где-то достать. Поехали домой. Опять у меня остается каких-то жалких 45 минут. Это вообще ни о чем. Посмотрим, что мне дом преподнесет. Вослать солнце. Не-не-не, бюст вождя. А он мне даст... Зигануть не буду. Нет, не хочу, не хочу. Мне было интересно, даст ли он мне репутации, но его к черту. Я бы, знаете чем? Поговорил бы про контрабанду. Вот с вот этим вот перцем. Предложить сделку. У меня к вам дело. Скажите, какой штраф полагается правоносознание запрещенных предметов? Правоносознание запрещенных невозможно. И все-таки, допустим, если я попрошу вас принести что-то... Насколько вы меня оштрафуете? Штраф за подкуп должного самого лица. Штраф за нарушение правил режима. Плюс доля напарника. Какова его доля? Спросите сами. Он же несколько дней не появлялся на работе. Вас не беспокоит? Работать круглые сутки плохо. Узнаешь, что с ним. После обсудим твое дело. Узнать адрес. Я зайду к нему домой и проверю, что с ним. Морожицы 10. Это адрес. Я все выясни, вернусь. Угу. До свидания. Напарник это тот чел, который, видимо, до этого помогал протаскивать запрещенку. Давайте. Я бы сходил к нему. Прямо сейчас, например. Не знаю, сколько это времени займет. С тобой ничего нового. Нельзя поговорить. Я смотрю, у тебя тут целая церковь. О, насекомые! Точно! Да, жуки дрессированы. Я что хочешь могу выполнить. Что хочешь могу выполнить. Правда, их еще... И чему не научила? Попросить собрать. Я тоже хочу таких замечательных жуков. Можешь собрать мне несколько в мешочек? Конечно. А что ты мне дашь? Я тебе, по-моему, конфет принесу. Нет, от конфет зуба. Я хочу 100. А зачем тебе столько? Мама недавно ругалась с нашим пролечением. Он говорил, что нужно 100 заплатить. А потом мама плакала. Да, бери. На здоровье. Вот деньги. Спасибо. Опять пойдем Донго подкалывать. Я, правда, не знаю, что насчет страсти. Его же девушка, типа, отшила. Теперь как мне подойти к тому моменту? Так. Эван Рэд Грэйф. Да, вы кто? Нас прислали ваши друзья. Они хотят, чтобы вы помогли нам навести сокрушительный удар по бюрократии. Бюрократии. Это что, развеешься? Какие друзья? Какой удар вы о чем? Мы давно наблюдаем за вами. Новое завтра. Слышь? Ой, блин! Ой, блин, ваше чертово новое завтра. Как я вас не любил в первой части. Ладно. Что за новое завтра? Типа, я не знаю. Новое завтра? Те, кто борется с великим вождем? О, да, им хотелось бы выставить нас убийцами, террористами, ненавистниками, но мы боремся против олигархии, бюрократии и нарушения прав человека. Откуда у нас олигархи? Ну, да, мы работаем эффективно. Что, что нужно-то? Нам нужно, чтобы вы встретились с нашим человеком в министерстве и передали ему микросхему и пароль для запуска бомбы. Почему я должен это делать? Вам что, нравится? Бесконтрольное разрастание бюрократического аппарата с одновременным исследованием его тоталитарных функций? Честно говоря, у вас планы тоже так себе. Мы можем хорошо доплатить. Ладно, больше лучше, согласится. Он будет надо, он будет надо. Рад, что вам удалось договориться. Вот микросхема, пароль над всей статуей вождя голубое небо. Вам нужен Николас Пейдж. Он работает курьером. А, Пейдж это ваш человек, я понял. Запомнил. Не подвините нас, я вам новое завтра зависит от вас. То в дверь стучат, то телефон звонит. Серьезно? Принять. Джеймса Каннинга. Как продвигается расследование. Фергюсон не очень разговорчив, особенно если касается темы моего отца. Он недавно узнал, что Фергюсон говорит, как это праздник. Просто так на него не попадешь. Никто не знает, что там происходит. Кучный мистерский раунд с отчетами про определённые работы. Может быть, хорошая возможность вытянуть с Фергюсона что-то ценное. Его надо набухать. Мне на таком мероприятии не попасть, поэтому хочу, чтобы ты установил камеру. Я должен знать, что там происходит. Окей, возьму камеру. Договорись с управляющим своего дома или с охраной. Установи камеру в кабинете Фергюсона и после праздника забери и передай мне. Про управляющего. Вы знаете, что у него есть камера наблюдения? Если у него нет камер, значит, он их уже установил в твоей квартире. Про охрану? С чего охранник дает мне камеру? Потому что каждому сотруднику положена камера, если они не собираются наблюдать за своими коллегами. А-а-а! Спросить про выдачу? Почему вы просто не выдаете мне камеру? Что за глуп вопрос? Эван, чем меньше нас связывает, тем ниже вероятность, что нас раскроют. Набрать номер. Нет, не хочу положить трубку. А как мне... Ладно, давайте я счета заплачу. Оплата лампочек для подъездов. Так, что мне теперь смотреть? С Хазар мы подружились. Мы скрываем, что у него есть дети по ряду причин. Кстати, новая информация по ней. А с Донгом? Подключился к камерам министерства. Остается загадкой, зачем? Работник месяца. Одобренный цензур сериала про героев нашего времени смотрит. Мне бы тогда... Какой мне сериальчик-то смотреть? Или про Легран у нас, про Борисов смотрел, да? Серьезно? Мы с ним про Ходячих Борисов смотрели, да? Вроде как. Ходячий Борисов. Активные молодые люди. Сотрудники министерства. Молодые патриоты. Сотрудники. Давайте про Борисов посмотрим. И часочек, наверное, почитаем. Нам все-таки эту книжку-то надо дочитать. Придет счет за воду, нам его платить. Мне интересно, как мне сходить по адресу и узнать, что с охранником. Мне не предложили. Я могу сейчас из дома выйти? Буду знать на будущее. Значит, нужно просто раньше уходить с работы. Тогда идем спать. Нам очень много нужно сделать. Ладно, ребятушки. Тогда на этом будем заканчивать. Я пока что не знаю, как я протащу камеру. Меня же запалят на входе. Не камеру, а этот микрочип. Хотя, с другой стороны, микрочип могут и не запалить. Не знаю, как это все будет выглядеть. Там же эта рамочка, дефектор-детектор. Узнаем в следующей серии. Пока что спасибо, что были с нами. Всем удачи. Добра, бобра. Все молодушек и всем покеду. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok